Добрый вечер, господа. Это большое реальное время на волнах радиостанции Финам.ФМ. У микрофона Юрий Пранько. Напомню, в самом начале средства коммуникации, многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы 495. Финам.ФМ – это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Кроме того, наш еще один интернет-сайт – это финам.инфо, где мы вас в круглосуточном режиме не только информируем о том важном, что происходит в России и за ее пределами в экономике, в культуре, в политике, во всех сферах жизни, но и предлагаем вам активно участвовать в обсуждении важных тем, принимать счастье в голосовании. Все это финам.инфо. В этом часе у нас с вами гости в студии прямого эфира по традиции. В следующем часе у нас итоги дня. Я выбрал сегодня четыре темы. Первое. Закон о банкротстве физических лиц. Списать долг нельзя. Вернуть банку. Это вопросительный знак. Вице-премьер Голодец поспорил с президентом Путиным из-за единой школьной формы. Это обсудим. И это вторая тема в итогах дня. Нашим собеседником будет глава Совета при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов. Третья тема. Депутат Единоросска-Нышев сдает мандат. Компанищина или реальная борьба с золотыми кренделями. Нашими собеседниками будут Сергей Железняк и Дмитрий Гудков. И четвертая тема, как мне представляется, также весьма интересная. В сфере общественно-политической деятельности, лишенной конкуренции, происходит деградация. Как отделить информацию от пропаганды? И нашим собеседникам будет человек, который не нуждается в специальном представлении. Это гендиректор телеканала РБК-ТВ Александр Любимов. Все это итоги дня. А прямо здесь и сейчас глобальный антитабак. Реальное время на Финам-ФМ. И мои, а также ваши собеседники в этом часе. Максим Мищенко, член общественной палаты России, организатор слушаний по антитабачному законодательству. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. И Вадим Жилнин, генеральный директор ассоциации производителей табачной продукции «Табак-Пром». Вадим, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, господа. Ну, вот смотрите, больше всего в этой всей истории меня поразила цифра. Одна цифра. 600 миллиардов рублей. Если я правильно понял нынешнего российского премьера Дмитрия Медведева, ежегодно россияне тратят на приобретение табачных изделий. Вообще сумма не просто астрономическая. Она какая-то невероятная, сюрреалистическая. Вадим, на самом деле... Ну, собственно, мы никогда эту цифру не скрывали, и многократно я ее публично озвучивал. Только не ежегодно, это итоги прошлого года. А, вот так. В этом году, по-видимому, будет несколько больше, поскольку акцизы каждый год весьма значимо растут. В первую очередь из-за акцизов растут цены, и, соответственно, пачка сигарет стоит все дороже и дороже. По крайней мере, за последние пять лет она выросла, средневзвешенная цена пачки выросла более чем, ну, приблизительно в два раза. И около трех раз выросла минимальная цена, самые дешевые сигареты на рынке. Так что чего же вы думаете? Ну, то есть динамика наблюдается более чем... На самом деле, если вы сравните общий объем рынка табачных изделий в России, это я говорю, кстати, цифру без так называемых нишевых продуктов. Там сигары, сигарилы, кальяны. Ну, это очень немного слишком ограниченный круг потребителей, неспоставимый маленький с курильщиками традиционных сигарет. Ну, не знаю, у меня нет цифр, но я думаю, цифры пивного рынка, рынок пива годовой даст близкие цифры, проводочные просто не знаю. Рынок моющих средств не знаю, возьмите косметический рынок, это не самые большие цифры. Вот налоги индустрии платят больше, чем любой сектор потребитель. Из этих 600 миллиардов приблизительно 300 миллиардов это налоги в бюджет. То есть половина? Половина. Это ложь. Ну, как ложь, Максим? 90. Что 90? 90 вы платите. Максим, одних акцизов в прошлом году, это не мои измышления, какие-то анализы и оценки, это данные Минфина. 139, по-моему, если говорить точными цифрами, миллиардов рублей. 139 миллиардов. Ну, приблизительно. Но, извините, 139, не 90, я говорю приблизительные цифры, круглые, характеризующие все. А до этого вы сказали 300, это что? Всего. Дело в том, что акциз – это специальный налог, который существует на алкогольную продукцию, на табак, на нефть, на некоторые очень редкие виды товаров, которые другие индустрии, например, производители стирального порошка, ну, например, кондитеры, ну, может, и длинный список. Они этого не платят. Налоги, акцизы, вот все эти государственные, так хочется, подмывает меня сказать, поборы, да, ну, они регламентированы законом, соответственно, не поборы, а те средства, которые взыскиваются. Легальные, которые стопроцентно собираются. Вот в пачке. Если брать ее стоимость за 100%, сколько это все стоит? В среднем будет получаться по итогам 2011 года, ну, говорим уже о подведенных итогах, где цифры все определены, зафиксированы, ну, там получается около 8-7 рублей по итогам 2011 года. В этом уже будет существенно больше, потому что это ставки 2011 года, в 2012 ставки на 40% выше, я просто не говорю цифры, год не закончился, это такие, я говорю цифры абсолютно твердо установленные Министерством финансов, налоговой службы и статистическими органами России. То есть, на самом деле, государство на этом зарабатывает, зарабатывает серьезные средства. Ну, конечно, если бы сравнивать в этом смысле табачную индустрию с какой-либо другой, акциз это в чистом виде, табачный акциз это в чистом виде те средства, которые поступают с табачной отрасли по сравнению с подавляющим большинством других, ну, я сказал, где, да, нефть вообще не берем там, это специфическая нефть, ну, скажем, по сравнению с подавляющим большинством всех других отраслей, это налог специфический, фактически это налог на курильщиков, потому что в основном он транслируется сразу же на цены сигареты, в конечном счете его, ну, как все налоги, вообще говоря, платит потребитель, как известно, имея в виду потребительский рынок, да, то здесь это еще специальный налог конкретно на курящих людей. То есть, грубо говоря, каждый курящий ежедневно платит примерно 10 рублей в бюджет, ну, считай, что он курит чуть больше пачки. Вадим Желнин, Табакпром, Максим Мищенко. Я считаю, что... Главный антикурильщик в России, вместе с премьером Медведевым, да. Спасибо, спасибо большое, очень хороший комплимент в тему. На самом деле, я считаю, что Вадим Александрович Лукавит. Алексеевич, ну, не важно, может просто Вадим Максим, я думаю, хотя возраст за рукой, ну, нормально совершенно, да. Да, значит, по моим расчетам, когда мы запускали нашу антитабачную кампанию в Государственной Думе, я, в общем-то, был тогда депутатом пятого созыва, и мне поручили проект здравоохранения. В общем-то, у меня расчеты были такие, 400 тысяч трупов каждый год нам дарят вот эти люди, это, об этом, кстати, говорит Дмитрий Анатольевич, зарабатывают они примерно 400 и увозят за границу, потому что 90% рынка контролируют иностранные табачные компании, самые крутые продавцы японцы, Japan Tobacco, 50%, кстати, Japan Tobacco, который контролирует 37,5% российского рынка, 50% плюс одна золотая акция принадлежит правительству Японии, то есть это государственная японская компания, которая здесь работает. Значит, 450 они увезли, на тот момент они давали 90, сейчас их немножко подприжали, дают действительно 130, то есть они в среднем растут на 40% эти акцизы в год. Я считаю, что это мало, потому что на международном уровне мы договорились, конечно, то, что табак будет себя так же, как во всем мире, в России окупать. Значит, давайте вернемся к цифрам. Значит, 450 миллиардов они увезли за рубеж в виде чистой прибыли. Да, без сону будет возможность, да, да, да. Значит, 90, на данный момент 130, они дают в бюджет, а из бюджета они брали на тот момент 300-400 миллиардов рублей, мы брали и тратили на здравоохранение. Это те самые болезни, которые создает табак и которые мы вынуждены лечить всем миром, потому что у нас фонд ОМС, мы туда все вместе скидываемся. И человек, который не курит в данной ситуации, вынужден платить табачным компаниям, понимаете, это некого вида табачное рабство. То есть они закрылись полностью табачными лоббистами с 90-х годов, которых они устроили в министерство. Это двойные агенты, которые являются и сотрудниками вот этих министерств и Государственной Думы, и одновременно там потребителями всяких табачных фондов. То есть они получают деньги от табачных компаний, с одной стороны. С другой стороны, есть такие псевдоорганизации, да, там всякие табачные, вот как табакпром. Простите, Максим, кто скрывает, чего я представляю? В названии моей организации непонятно кто я и что. То есть, значит, в чем основная проблема табака, я считаю? Я не претендую на то, чтобы там люди меньше курили. Если курят люди, пожалуйста, не отравляйте просто других. 80% у нас населения страны пассивные курильщики. Я просто не хочу дышать этим табаком. Я так понимаю, и вы хотите избавить Россию от табачного рабства? Да, я хочу, чтобы табак вышел на ноль хотя бы. А еще лучше, чтобы он, как во всем мире, финансировал здравоохранение, в общем-то, как это есть в Европе и в Соединенных Штатах. Для этого нужно, чтобы не 10 рублей с пачки шло, а примерно 70-80 рублей с каждой пачки сигарет шло врачам и в медицину. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей, затем продолжим наши дебаты. Максим Мищенко, Вадим Желнин. Финам.фм. Это наш портал для ваших писем. 19 часов 18 минут. Реальное время. Здесь Максим Мищенко и Вадим Желнин. Глобальный антитабак. Тема сегодняшней нашей программы. Участвуйте в разговоре. Вадим, а у вас есть двойные агенты, которых вы наняли в министерствах и в российском парламенте? То есть вы занимаетесь подкупом, судя по словам господина Мищенко, государственных служащих? То есть совершаете преступление? Такие слова, как подкуп, взятка, коррупция, извините, по-моему, это уголовно наказуемые деяния. Поэтому я вас и спрашиваю. Ну, извините меня. К сожалению, я не хочу вдаваться в эту дискуссию. Кто, какие деньги, что. Но вы можете сказать, это неправда, это ложь. Это неправда. Это ложь. Это неправда. Нет двойных агентов. Никаких таких вот. Табакпром не тратит ни копейки денег на поддержку каких-то чиновников в виде тех или иных. Депутатов. Ну, если иногда женщинам мы букет цветов подарим. Там, знаете, я не думаю, что это можно интерпретировать как подкуп. Вот. Значит, я думаю, это малоинтересно. Если у Максима есть данные о конкретных таких... Персонах? Фактах, персонах. Конкретных персонах, кто берет, кто дает. Но обращайтесь в следственные органы. Максим, у вас есть такие факты? Есть эти факты? Фамилия, имена? Да, есть. Я даже немножко могу, если нужно, попозже рассказать про слева финансирования. Я предложил бы... Они в интернете есть, кстати. Я предложил бы все-таки вот нам не тратить время и разговор вот на такую перепадку. Не, ну это важно, понимаете? Либо там криминал есть и преступление, либо... Я ответил на это. Да, вы ответили. Но я еще один маленький комментарий дам, что, к сожалению, получается так, что когда какой-нибудь человек высказывает свои собственные, как правило, на наш взгляд, достаточно разумные мысли, я надеюсь, в дальнейшей дискуссии радиослушатели сами смогут оценить, о каких мыслях я говорю и что вызывает у Максима такое негодование и такое раздражение, да? Этот человек тут же объявляется табачным агентом и так далее, лоббистом. Я табачный лоббист, я это не скрываю, но, по-моему, у меня это написано на визитной карточке и во всех представлениях. Табакпром для этого и создан, чтобы выражать интересы индустрии, доводить нашу логику и нашу точку зрения до широкой общественности. И я никогда это не скрывал и не скрываю. Вот. Теперь все-таки я хотел вернуться к содержательной части, к цифрам. Вот, Максим, 90 миллиардов рублей было собрано, если я не ошибаюсь, в 2008 или в 2009 году. Но тогда и рынок был, нужно, в общем, грубо говоря, работает такая оценка, чтобы вот у меня все цифры из компьютера, я могу долго, глядя в таблицы, говорить до запятой. 2011 там, по-моему. Во-первых, у меня нет моих личных цифр, я думаю. Все цифры – это цифры официальных государственных органов. И второе. Значит, я за все эти цифры отвечаю. Да, я называю округлённо, но погрешность при этом нигде не превосходит 10%. Вот по отношению реальной цифры точно и по отношению к тем округлённым цифрам, которые я просто для удобства восприятия говорю. Вот. И поэтому 400 миллиардов, которые вы говорите, ещё не было такого года, когда 400 миллиардов осталось бы вообще во всей индустрии товаропроводёщей цепочки. А сколько вы зарабатываете? Я же сказал очень просто, конкретные цифры 2011 года, которые все могут проверить по общий объём рынка, деньги, заплаченные потребителями, 600 миллиардов рублей. Из них 300 миллиардов рублей круглым счётом, примерно половина – это налоги в государственный бюджет. Ну, что-то в местные, но в основном табачные налоги устроены так, что это идёт федеральный бюджет. Минимум четверть от этой суммы вам любой человек, который работает на каком-нибудь рынке, скажет, что общая оценка. Есть цена производителя – это то, что получают производящие индустрии. Моющие средства, кондитеры, табачники, водочники. Да, да. Это обычно от 50 до 75% розничной цены, ну, той цены, которую люди видят в магазинах. Вот. Я беру для нас 25%. Итак, 25% – это в товаропроводящей сети, а попробуйте развести пачечки сигарет по всей стране. Очевидно, что это расходы объективные даже, да, и люди же, сколько людей там работает. И, собственно, на долю индустрии, на производство, на доходы, на прибыль по итогам 2011 года осталось 150 миллиардов рублей. 400 на долю индустрии при приблизительно таком раскладе, если акцизы считать, буду составлять точно так же, около четверти, останется индустрия, когда рынок будет миллилитриллион двести. Вот так вот. Грубые. Максим, вы будете имитировать? Причем, это цифры, это цифры не мои, это цифры статистически объективных данных. Угу. Пожалуйста. Значит, себестоимость табака, в отличие от алкоголя и порошка, и косметики, да, о которой мы говорим, это немножко другая себестоимость производства. Это бумага и трава. Так вот, по-простому, да, если говорить. Количество людей, о которых вы говорите, занятых в индустрии. А чай, да, Максим, а чай – это листики, да? Пошел, сорвал, да, хороший чай. Так получается. Значит, чай – это листики, да. Табак травянистый, растение, это верно. А водка, водка – это водичка. Вадим хорошо подцепил так. Соответственно, себестоимость производства табака очень низкая по сравнению с ценой на рынке. Все это прекрасно знают. И главная задача всех табачных корпораций – это сделать его как можно более распространенным товаром. Поэтому нужно приучить с раннего возраста детей к курению и так далее. Мы про все вместе. Я говорю про вашу политику и про то, что… Вот у вас всегда вот так перемешку. Я предлагаю, Максим, давайте конкретно. Вы говорите о себестоимости. Максим, дорогой мой, какая мировая цена килограмма табака на мировых рынках? А Россия закупает на мировых рынках. Табак не растет у нас, как и кофе. А какая пачка сигарет в Европе и в США? Сколько они стоят? Они стоят гораздо больше, потому что там очень высокие акцизы. Я надеюсь, мы перейдем конкретно к вопросу акцизов. А я вам скажу, да, там выше нас акцизы. Они шли к этому 20 лет. А мы примерно за 5 последних лет прошли путь, уже выросли в 4 раза. Мы тоже уже 20 лет к этому идем. С момента разрушения Советского Союза. Дальше, 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 Максим. Я хочу конструктива. Да, дальше. Конкретно вы говорите о себестоимости. Не знаю даже, какова цена килограмма табака на мировых рынках. Ну, Максим еще не ответил. Может, знает. Я знаю, что он не знает. Ну, какая? Сколько это долларов? Я не знаю, сколько долларов в килограмм табака стоит на мировом рынке. А, это самое... Ну, Максим знает, сколько пачка сигарет в Америке стоит. Да, пачка сигарет в Америке стоит гораздо дороже. Там, 5-7 долларов. Ну, я же говорю, о цене мы можем сказать, когда будет акциз. Да, акцизы в странах Западной Европы основная составляющая цена сигарет в Западной Европе. Хорошо, здрасте, я закончу свою мысль. А не себестоимость. Вадим, подождите, пожалуйста. Вадим Александрович. Нет, я все-таки еще скажу, Максим, одну цифру. Да знаете ли вы, что современные требования к сигаретам установлены, международные требования, как в Европе, что если вы положите просто табак, который растет, порежете, вы никогда не уложите в норматив 1 миллиграмм никотина. И в сигарету кладется, в сигарету с пониженными там параметрами, чтобы не говорить нелюбимые очень вами слова, да, скажу, кладется значительная часть так называемого взорного табака, очень сложный технологический процесс. И даже в полновкусные сигареты кладется тоже какая-то часть взорного табака, взорванный табак, взорванная жилка, это абсолютно нормально. Сейчас нас обвинят в пропаганде табака курения. Нет, я просто рассказываю по существу, раз Максим завел разговор о себестоимости. Нет, Вадим, я на самом деле вам благодарен, то есть я для себя тоже много открываю. Я говорю, я отвечаю по существу, обзорванный табак, поскольку это колоссальные сложные оборудования, большие расходы на электроэнергию в этих установках, он стоит уже в 2-3, если не в 4 раза дороже сырья. Вадим Жилнин, табакпром. Максим, вы же поднимаете вопрос себестоимости, я все знаю. Я вам объясняю, это азы и примитив для, собственно, специалиста в табачных технологиях, а вы беретесь судить о себестоимости, не зная вообще ничего. Вадим Жилнин, табакпром, дайте возможность Максиму все-таки ответить. Пока что у нас от вашего взорванного табака взорванное здоровье у всего нашего российского народа. Не переходите к патетике, конкретика. Давайте конкретика, значит, для меня конкретика такая, примерно пачка сигарет 30 рублей, да, средняя, да, такая, если мы, вообще, средняя температура по больнице, 10 рублей идет государству, 20 рублей табачной индустрии. Вот из этих 20 рублей, я считаю, что себестоимость производства... Максим, не 10, а 15 более точно с учетом всех налогов. Вадим, я вас прошу, дайте вас, хорошо. Ну что же мне делать, как все время не слышат, арифметику забыл парень, потому что все патетика, борются за здоровье. Хорошо, хорошо, значит, пусть 15 рублей. Значит, себестоимость производства пачки, на мой взгляд, она меньше рубля-двух рублей. То есть, это, ну, скажем так, это не вода, это не кока-кола, это не такой тяжелый продукт, который, там, допустим, мы покупаем обычно в магазинах. Вадим сейчас опять начнет генерить. Значит, да, поэтому, поэтому, значит, табачные компании, на мой взгляд, там цифры можно как угодно представлять. У нас там огромное количество людей работает. Количество, зайдите на табачную фабрику и посмотрите, там все. Нет, у нас немного людей работает. Вадим, я вас прошу, пожалуйста. Ну, вы же говорили, там, развозят и так далее. Значит, поэтому я считаю, что нормальная ситуация будет в нашей стране. И при этом это глубоко убыточная отрасль для государства российского на данный момент. Потому что табак больше съедает в здравоохранении, мы больше тратим на то, чтобы залечить болезнь после табака, нежели мы получаем непосредственно с табака. Задача на данный момент взять с табака столько, чтобы достаточно было закрыть вопросы с медициной. Мы присоединились к международной конвенции. Это примерно 70-80 рублей мы должны брать по международным стандартам. Мы подписались. Если мы этого не выполним, мы будем вынуждены в том числе в КМО здравоохранения. В отношении акцизов и цен, почти дословно цитирую по памяти, страны предпринимают ценовые и налоговые меры с тем, чтобы снизить доступность табака. Степень этих мер и конкретные параметры определяются с учетом особенностей и экономики данной страны. Вот что написано. Сейчас мы на этой цитате останавливаемся, потом идут краткие выпуски новостей середины часа и комментарии Максима Мищенко. Глобальный антитабак это тема сегодняшнего реального времени. В Москве 19.32 здесь Максим Мищенко, член общественной палаты России. Вадим Жилнин, гендиректор ассоциации производителей табачных продуктов с табакпром. Финам.фм это наш портал в интернете для ваших писем. Там идет и прямая веб-трансляция, комментарий господина Мищенко. По поводу РКБТ и ВОЗа. Мы подписались на то, что мы будем снижать потребление табака. На данный момент мы самая курящая страна в мире. Более 40% нашего населения подсажено на этот наркотик. И если мы принимаем эту концепцию по снижению, то мы должны проводить определенные меры. Мы посчитали, что первая мера, самая главная, которая влияет на потребление табака, это цена. Самое важное. Если брать список мер, первая цена, 30% вес примерно ее. Вторая мера, это доступность 25%, третья реклама и так далее. Я говорю про топ. Чем будет выше цена, тем будут реже люди курить, тем больше у нас пойдет здравоохранение. Тем быстрее будет скорая помощь доезжать до наших людей, лучше будет лечить инфаркты и так далее. Лучше будут ремонты в больницах. Это всем понятно. И система здравоохранения на Западе существует за счет таких видов бизнеса, как табак и алкоголь. Это всем понятно. Хочу узнать, откуда цифра 400 тысяч трупов. Я вот цитирую. Это откуда? 400 тысяч трупов. Это есть множество исследований. Я вам могу назвать общую формулу российской смертности. 2 миллиона трупов каждый год. Максим, откуда цифра 400 тысяч? Значит, есть несколько исследований. Есть исследование высшей школы экономики. Есть исследование российской экономической школы. Я сейчас не помню конкретных фамилий. Если нужно, я предоставлю. Я ее себе в ЖЖ выложу. Эти данные подтверждаются. Да, данные подтверждаются. Из 2 миллионов трупов каждый год у нас 550 тысяч. Это алкоголь. 400, второе место. Табак. 200, еда и воздух. 100, наркотики. 30 на дорогах. Вот вам формула российской смертности. Табак это вторая причина. Но если алкоголь, это наш бизнес, можно сказать. Российский бизнес. Это хлеб, который выращивают, да, там, крестьяне. Хотя это тоже очень плохо. Вадим, почему такая реакция? И цена на водку должна повышаться. Я об этом говорю. То табак это исключительно иностранные табачные компании. Понимаете? А вот для меня, почему мы слащие? Вот что отечественные, что зарубежные. Вот если они травят, Максим, да? Вот как вы говорите, да? Они приводят вот эти 400 тысяч трупов. Это вообще страшный цифр. Да, один труп, один миллион рублей. Поэтому у меня нет разницы, российские это или зарубежные компании. Вадим, вы убийца? Мы на этот вопрос смотрим так. Вот как можно понять, Максим, мы так, что давайте сейчас закроем все фабрики. Нет. Легальные, официальные, которые платят в казну налоги. Нет, это не белые. Продукции которых соответствуют всем требованиям, установленным техническим регламентом. Нет, это не так. Это не так. Ну вот он опять лезет в продукцию, хотя бы даже 10-15 путает. Работайте, пожалуйста. Вот. Давайте закроем фабрики, да? Люди что, перестанут курить, я всех спрошу, да? Что в советской стране до 91-го года люди не курили? Хотя иностранных компаний на территории... Курили, но не столько. А Максим, вы что уверены? И женщины не столько курили. И дети не столько курили. Да, да, вы говорите, в два раза меньше курили. Потому что Россия тогда производила, физически не могла произвести больше половины тех потребностей в сигаретах, которые были в России. Вот у россиян, у тех, кто курил, да? И любой курильщик, который помнит те времена, скажет, что основной ассортимент в табачных ларьках, это были болгарские сигареты. Алжевские, египетские разные, да? Вот. Сегодня все практически, что люди покупают, производится в России. На российских фабриках. Продукции, ничем не уступающие мировым стандартам. И налоги идут в российский бюджет. Так пусть производятся. Просто платите больше, окупайте здравоохранение. Подождите. Тогда не надо говорить. О том, что больше платите. Вот вы же ознакомились с тем решением, которое принял Кабинет Министров, да? Нет. Вот законопроект. Нет, нет, нет. Дело в том, что здесь происходит путаница. Сегодня в основном в СМИ обсуждается законопроект Минздрав соцразвития о борьбе с вредными последствиями потребления табака, да? Старое его название об ограничении табака курения. Этот закон по определению, как устроено российское и любое международное законодательство в любой стране, не может содержать финансовых, налоговых норм. Потому что налоги... Одни регламентируются другими, да. Одни содержатся в налоговом кодексе. Давайте договоримся, о чем я с удовольствием приду и финансовые вопросы, тем более на финам, не знаю, что значит, но как-то... Финансы, значит, в том числе. Финансы, да? Вот. Да или давайте я готов сейчас, мне все равно. Вот. Так вот, вопрос акцизов. Я уже сказал, что акцизы выросли в России, вот по итогам этого года будет около 200 миллиардов, то есть в 2007 было 50 миллиардов, будет уже 200, уже в 4 раза. И все это из кармана российских граждан. Ну, правильно же понимаю? Они же оплачивают. Да, потому что в основном это все транслируется в цену, увеличение акцизов транслируется в цену. Вадим, вот подождите, у нас на самом деле не так времени много, но вы мне скажите, вот очень часто я слышу от экспертов, да, я их так называю, от экспертов, да, что вот это повышение, да, грядущее и проходящее, оно придет к тому, что люди начнут отказываться от курения. Вот ваш взгляд, это правда? Вот это точка зрения, которую пропагандируют вот антитабачные активисты, насколько-то выросла цена, насколько-то сократилось потребление. Это мировая практика, Максим, сейчас вы скажете. Реальные цифры, в той же самой мировой практике, что цифры, которые цитируют антитабачные активисты, это цифры падения легального рынка. А реально, и мы не говорим, мы не утверждаем, какие должны быть ставки акцизов, этим занимается правительство Российской Федерации, да. Вот, мы всегда говорим, надо подходить к этому вопросу с осторожностью и оценивать риски, приведет ли быстрое и сильное повышение акцизов конкретно, это всегда конкретные цифры, конкретные модели, расчеты, к развитию нелегального рынка или нет. А что такое нелегальный рынок? Вы можете мне рассказать? Нелегальный рынок, это множество нелегальных сигарет, которые продаются из-под полы. А кто их производит? Бабушки в деревнях их производят? Отвечаю, уважаемый Максим. Не вы ли производите нелегальные сигареты? Производит Китай. Никогда крупная международная компания не будет здесь делать то, что подрывает ее бизнес-стан. То есть, фактически, кто это делает, как Максим Мишенко, слушайте, господа. Максим, Максим, вы знаете только лозунги, чего вы мне говорите? Читайте документы хотя бы в ВОЗа. В Китае кто производит? Ваши компании в Китае или нет? В Китае нет ни одной международной компании. В чем особенность Китая? Там закрытая экономика, там очень развитая табачная индустрия. Но при этом экспортно-ориентированная закрытая экономика. Вы знаете, посмотрите по всему миру. Много ли вы найдете легальных китайских сигарет, китайских брендов, которые легально фигурируют на мировых рынках? Их почти нет. Вадим, подбивая, получается, что эти меры, которые сейчас педалируются, они приведут к росту черного вот этого нелегального рынка, контрафакта. Мировой опыт, да. Дешевых поддельных сигарет. Нелегальный рынок разный может быть. Это может быть контрафакт, это может быть какая-то боковая продукция, из которой не уплачены налоги. Тех же самых фабрик, да. Тех же самых фабрик табачных. Ну вот, Максим бездоказательно утверждает. Те же фабрики. Максим, почему вы бездоказательно утверждаете? Я объясню, потому что нелегальный рынок сигарет это продукция тех же самых табачных компаний. Данный ВОЗ, ваша настольная книга, ваша как бы та книга, на которой вы молитесь, это всяческие доклады ВОЗ. ВОЗ говорит, что мировой рынок получает минимум по оценкам ВОЗа Всемирной Организации Здравоохранения, не моим, 600 миллиардов штук нелегальных сигарет из Китая. Вот. Так, это Вадим Желнин, Табакпром. Господин Мищенко, вы лоббист... Это ВОЗ! Это ВОЗ, Юрий! Это вы лоббист китайского вот этого нелегального контрафакта? Вот они бы про меня сказали так, если бы мы поменялись местами. Они просто не додумывают этого и не хотят слушать. Вадим, дайте Максиму сказать. Я лоббист российского здоровья, просто... Нет, ну подождите, ну по факту, это так, ну по факту, вот со слов господина Желнина, да, вы лоббист? Да, нет, это ерунда полная. Вам китайцы платят. Вот я сказал. Нам бы сказали, Китай платит. На самом деле, все это полная ерунда. Перекрыть доступ сигарет китайских, дешевых, там каких-то поддельных, это задача правоохранительных органов, и это можно сделать элементарно. Даже если он будет, этот поток, он будет столь незначителен, что все равно смертность поползет вниз, и потребление поползет вниз. То есть никогда легальный рынок, легальный завод, понимаете, машина, которая выплевывает эти сигареты в огромном количестве, не сравнится с нелегальными поставками людей, которые боятся, прячутся, там дают взятки, их ловят, ловят тех, кто их ловит и так далее. Если я вас правильно понял, кроме китайцев, вы фактически обвинили и официальных производителей в дополнительных, я так мягко скажу, да? Конечно, они сами начинают на своих фабриках гнать левак, сами выкидывают его на рынок. Вбрасывают. Конечно, вбрасывают. То есть это все известный факт, потому что посчитать иногда бывает достаточно сложно. Их начинают проверять, и все равно даже когда они сами это делают, когда они сами гонят свой контрафакт, все равно в конечном счете потребление падает, потому что приходит проверка, они пугаются, выключают станок, потом снова включают, там кого-то покупают. Все равно это нелегальная деятельность, понимаете, это в другом поле уже. Это очень важно. И задача, на мой взгляд, в общем-то, этот табак попытаться вот в эту сторону потихоньку отодвинуть. Не знаю, Максим, мы сейчас зацепились за акциз, на самом деле, про акциз речи не идет на данный момент. Так, а что вы говорите? Легально? Идет про закон. Фабрики работают, большинство из них в три смены, легально. И есть акциз демантки. Когда они выпускают нелегал? Работайте в одну смену, вот пожалейте своих рабочих, работайте, производите, пожалуйста, меньше. Это бизнес, это бизнес, поэтому и так загружено. Вот смотрите, я слышал такое мнение... Мы кровососы-кровопийцы, мы экономим каждую копейку в производстве. Я слышал такое мнение, что эти миры приведут к тому, что люди будут курить дешевые сигареты, низкокачественные сигареты. Как вы сказали, какие сигареты бывают? Ну, контрафактные, нелегальные. Не-не-не, вот там высоко какие? Ну, с повышенным содержанием смолы и никотина, запрещенные документами. Люди будут курить очень дорогие и очень качественные сигареты с хорошим содержанием вот этих всех канцерогенов, да, там, с выдержанным. Но каждый человек, который будет курить, он будет понимать, что он не просто паразит, да, который сидит на шее системы здравоохранения, а он человек, который вкладывает систему здравоохранения. То есть вы искренне верите в то, что эффект будет? Конечно, эффект будет однозначный, тут даже не надо никуда ходить, во всех странах это есть. Максим, я вам скажу, вам нет, я думаю, вы мне во внуки годитесь. Я за последние 20 лет ни разу, ни копейки не взял из бюджета на здравоохранение. Я вообще очень редко хожу к врачу, кстати. Не надо поэтому так огульно, хотя я понимаю, в принципе, логику. Курильщики самостоятельно принимают решение курить. Есть данные, что это ухудшает здоровье. И я вполне нормально обсуждал вопрос. Давайте для курильщиков повысим страховые взносы. Это нормально? Я считаю, это разумный вопрос. И не курильщик. Надо ставить такой вопрос. Но это ведь боковой вопрос. Я считаю, лучше пусть платят табачная промышленность, чем курильщики. Нет, подождите, это же не табачная промышленность будет. Это потребители будут платить. В конечном счете эти акцизы уменьшат. Акцизы, пожалуйста, пожалуйста, Максим. Почему они так бьются за акцизы? Почему они так бьются? Они же зарабатывать будут столько же. Потому что будет сокращаться рынок, понимаете. Меньше будут продавать. Хорошо, мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Глобальный антитабак в России. Тема нашего разговора. Я, кстати, напомню, что к 2015 году в кафе и в ресторанах будет запрещено курить. И, в общем-то, это еще один ракурс. Я общался с несколькими рестораторами. Они в ужасе. Они в ужасе. Они говорят, мы не знаем, что вы. Мы будем терять прибыль. Они получат на 15% больше на еде. Они будут зарабатывать на 15% больше. Это Максим Мищенко и Вадим Желнин. После новостей. Я вам про рестораторов расскажу. Ваши звонки на 65-10-99-6, код Москвы-495. Ваши письма на финам.фм. Глобальный антитабак. Тема сегодняшнего реального времени. Здесь Максим Мищенко и Вадим Желнин. Я предлагаю все-таки пообщаться сейчас со слушателем. Ну, короткий комментарий. Да, короткий комментарий по поводу рестораторов. На 5% вначале упадет, потом на 15% у них вырастет общая выручка. Цифры подтверждаются? Да, в Фринляндии, то есть любые исследования это есть. Рестораторы будут больше зарабатывать. Люди, если не курят, они начинают больше есть. Это факт, да? Да, факт. Хорошо. То есть начинают толстеть, потом вы будете бороться с ожирением. Да. Понимаете? Глубок снова денег даст. Как хорошо. Пускать мне струю дыма в лицо. Понимаете? Его канцерогены откладываются у меня на сосуды. В студии прямого эфира Финам ФМ это запрещено. В этом большая разница. Мы с вами видим сейчас чуть ли не раз в неделю вот на таких дискуссиях. Так. Вы когда-нибудь... Я говорю про рестораны и про все остальное. Вы меня видели когда-нибудь курящим? Все. Отлично. Меня. Ваше присутствие. Остановились. И сейчас будем общаться со слушателями Финам ФМ. 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Финам. ФМ. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Так вот вопрос. Не кажется ли вам, что мы это уже когда-то проходили, а потом все героически восстанавливали? Суть проблемы не в этом. То есть вот не в акцизах, насколько я понимаю, не в финансовой составляющей. Была когда-нибудь в истории России, Вадим, антитабачная уже компания? Антитабачная компания... Была, да. Ну, если не вспоминать времена, там, до Петровские, да, там... Ну, по-современней, да. А в современной России нет, зато была антиалкогольная компания. Мне нынешняя... Была, была. По усердию. Я сейчас скажу. И по некоторым вот таким деталям, непринципиальных с точки зрения общей идеологии, которые мы, безусловно, поддерживаем, но под некоторым деталям мне напоминает вот те времена. Но это мое частное мнение. Я советую вспомнить дядю Гуляя Гилеровского. Вот. Он там... Москва и москвичи. У него есть хорошее произведение. После того, как большевики пришли к власти, через некоторое время, когда они окрепли, они полностью забрали табак себе. То есть это была государственная система. Они запретили курение, продавали табак только государственные структуры. И, естественно, вся прибыль, это была монополия государственная, она шла в государственный бюджет на покрытие расходов на здравоохранение. Добрый вечер. В эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Меня зовут Григорий. Город Москва. Да, Григорий. Вот мне просто кажется, что товарищные компании, они ведь в правовом поле работают. Там платят налоги и так далее. И бизнес вполне легальный. Поэтому все претензии к ним, мне кажется, эти претензии надо к самому к себе просто создавать. Ну и вот. Кретензии странными выглядят. Потому что компания вполне легальна. Ну и вот. Просто мне кажется, у нас в государстве нет никакой политики по поводу того, как сделать население здоровым и долгоживущим. Ну и вот. И пытаются вот найти какого-то впечатления какого-то. Да, я понял. Максим Ищенко. У государства есть эта политика. И в том числе это борьба с вредными привычками. По поводу действий табачных компаний, Григорий, я вам просто расскажу одну из схем коррумпирования российских чиновников. Есть чиновник, допустим, в ранге заместителя министра. У него есть супруга, которая сидит дома. Она к нему приходит и говорит, слушай, я что-то дома на кухне сижу, тупею. Давай мне чем-то займу полезным. И вот я хочу детей спасать от редких болезней. Создает она общественный фонд. К ней приходит табачная компания, дает ей 10 миллионов рублей. Она спасает 10 детей, делает 10 операций. Потом, когда встает вопрос о повышении акцизов, она своему мужу говорит, знаешь, дорогой, вот как это так? Это же хороший бизнес. Он же поддерживает культуру. Он же поддерживает борьбу с такими вещами. Давай вот ты повлияй, пожалуйста. Это вот одна из схем подкатов табачной компании к нашим депутатам. На данный момент в Государственной Думе около пяти человек протабаченных так называемых депутатов. И уже сейчас там готовится табачный заговор против того закона, который сейчас шумиха идет, на самом деле. Наш эфир должен быть посвящен закону, а не акцизам. Мы ушли в финансы, это отдельная тема. Но сейчас основная борьба между государственным бунтом по поводу закона. Финансы пока они не трогают. И мы, наша задача, и мы сейчас вообще про них не говорим. На 40% они выбили, хотя непонятно, как они вскочат и как они будут в дальнейшем шантажировать правительство через 2-3 года. Я вот не понимаю, как они придут к этой цене, которую мы подписали изначально и утвердили в концепции, про которую говорил там Путин, и Медведев подтвердил. Мне вот как министерство финансов себя ведет. А закон сейчас, когда он войдет в Госдуму, против него будет просто организована травля из того табачного лобби, которое там находится. Вот давайте, Максим Мищенко, обозначьте главные моменты этой травли, на чем будут табачники основываться. Они будут основываться, значит, два пути у них будет. Первый путь. Они будут кричать, значит, это одна группа депутатов будет говорить, что курение это выбор свободного человека, не зажимайте нашу свободу, дайте возможность курить где хотят, от первого. А второе будет говорить, что закон слишком слабый, нужно курильщиков вешать на столбах, это вообще не люди, и вот надо бороться. Есть тоже такие, понимаете. Но на самом деле они работают на табачной промышленности. Потому что на самом деле, понимаете, это такие клещи, которые приставлены к горлу государства, и как только государство начинает сопротивляться, эти клещи начинают сжимать. Мы сидим, мы зависим от этих людей, к сожалению, и чем раньше мы начнем сползать, тем лучше. Если мы опять затянем и придем к выборам, да, они эти клещи сожмут, потому что действительно они могут устроить государственный переворот, эти ребята. Они просто-напросто прекратят поставки табака, и народ сбунтуется и поползет на стены. Они так делали в 90-х годах в перемене. Вадим, вас сейчас обвинили в одном из самых сильных и серьезных преступлениях. Это попытки совершить государственный переворот. Я сказал, что они могут это сделать. Я не буду, а я предлагаю конкретно мне сказать, что не устраивает индустрию в конкретном тексте, с идеей закона, в том, что он нужен. С основными положениями всеми мы безусловно согласны. Скажу прямо, а я уполномочен официально выступать с позиции индустрии, а не от себя лично. Я думаю, что основным правилом курения должно быть курение в специально отведенных местах только. Вы с этим не согласны? Абсолютно согласны. А, согласны. Ведущим принципом должно быть. Я говорю, с чем мы согласны и что считаем абсолютно нужным и правильным. Должно быть такое, что курящий не должен не мешать некурящему. Безусловно, согласны. Да, права некурящих в вопросах дюхать дым или нет. Вадим, с чем не согласны? У нас есть некоторые конкретные замечания. Пункт первый. Пункт первый. Введение некого института минимальных цен, когда акцизы все прекрасно регулируют. Зачем какой-то специальный орган, непонятно из кого, который будет из головы выдумывать цены? Государственного. Если государство считает, что некоторый уровень цен безопасен с точки зрения нелегального рынка, есть инструмент акцизов, увеличение на 40, на 60 процентов. Я согласен. Я не хочу, чтобы чиновники влезали в эти вопросы. Зачем кто-то придумывал какую-то нерыночную минимальную цену? Считаете безопасно, чтобы сигареты стоили 60 рублей? Вам любой простой клерк в Минфине скажет, какая должна быть ставка акциза. Хорошо, это пункт первый. Второй пункт. Запретом рекламы мы, в принципе, не возражаем. Я мог бы подискутировать. Но мы понимаем общественное настроение, мнение, что реклама увеличивает спрос, что, видимо, неверно. Мы не спорим, но мы просто говорим. Надо уточнить формулировки, чтобы этот запрет был четкий и понятен, не оставлял недобросовестным лазейки. Это, в общем, замечание такое, несущественное по сравнению с минимальными ценами. Давайте существенно. Мы обращаем внимание, что когда будет проведен в жизнь запрет на торговлю в малых магазинах и палатках, то, конечно, мы просто обращаем внимание, это палаточники занимаются, 150 тысяч подписей собрали. Нарисованных. Что, ну вот, у него все так. Они направлены в администрацию президента, проведите экспертизу. Несколько сотен тысяч человек может оказаться под угрозой потери работы. Мы обращаем внимание, взвесьте, подумайте, торговля без выкладки. С учетом того, что будет сокращено количество мест, где можно курить. И где можно купить сигарет. С сокращением места, где можно курить, мы, безусловно, согласны. За исключением отдельных перегибов, потом скажу. Вот. Торговля без выкладки. И так в больших магазинах уже будет довольно напряженно, потому что сегодня до 70% табачных изделий продается через те самые маленькие. На каждой кассе пройти невозможно, не поцеловав табачную пачку. Это правда. Максим, ради бога, если вы говорите, уберите диспенсеры с кассы, я хотя бы пойму. Это разумный постановка вопроса. Вообще нигде нет выкладки. Нигде нет выкладки. Сейчас многие магазины, например, я езжу в большой сетевой магазин, все равно езжу туда за продуктами. Там отдельный отдел табачный. Это да, но я, с другой стороны, с вашим безусловно. Понимаете, как это в приз-куранте длиной минимум 150, а для большого магазина до 300 всего около тысячи наименований только сигарет на российском рынке. Как это искать по приз-куранту, а если вдруг ваша... Вадим, у нас две минуты. Это зато очереди. Все претензии? В каких чертах, да, я могу еще продолжить, это главное. И мы говорим, давайте подумаем. Вадим Александрович просто задавил меня своими сединами. Я не могу слово сказать. На все, что вы сказали, у меня есть возражения. К сожалению, времени у нас нет. Но тем не менее. 10 покупок. Мы специально брали детей, направляли в ларьки из 10 попыток, 9 удачных. То есть табачные ларьки это продажи детям. Значит, любой ларек мне, вы говорите, закроется бизнес, потеряет работу. Несколько сот. Может быть, полсотни тысяч потеряет работу. Но дайте мне любой ларек. Граждан России. Дайте мне любой ларек в Москве. Я вам выстрою очередь из коммерсантов, которые будут торговать там цветами, чем угодно. Понимаете? И зарабатывать, и не будут торговать табаком. Это все ерунда. То, что ларьки закроются. Но это не так. Понимаете? Будут люди продавать там, не знаю, пирожки, цветы, что угодно. Это всегда торговые места. Это всегда ценность. И всегда прорваться к ним очень сложно. Поэтому все эти, по поводу выкладки, да, вы там говорите о том, что вот тайный плод, люди, дети будут нравиться. Я этого не говорил, Максим. Зачем? Вот я живой сижу. Я только что все сказал. Хорошо. Представитель ДжПН табаку. Это говорил в вашем присутствии, когда мы спорили в правительстве по этому поводу. Я считаю, что это тоже полный ларек. Я там тоже этих слов не говорил. Но говорили ваши, в общем-то, те, кто представляли вашу непосредственно индустрию. Поэтому я считаю, что на все эти аргументы есть контраргументы. Я готов их приводить. И это вопрос спорный. Но в Государственной Думе закон, особенно между вторым и третьим чтением, будут менять и будут пытаться выхолостить. Я это уже знаю. И это самое опасное. Поэтому задача общества смотреть очень внимательно и смотреть поименно за теми депутатами, кто что предлагает и кто что будет пытаться. Мы специально составили рейтинг. Максим, вы не оговорились, между вторым и третьим чтение будут менять. Вы депутатом были целый срок. Вы даже не знаете, как устроен законотворческий процесс. Послушайте, может быть, я оговорился. Ничего не меняется между вторым и третьим. Извините, если я оговорился. Вот вы всегда так оговариваетесь. Извините за то, что я оговорился. Между первым и вторым. Значит, закон будут менять. И в Государственной Думе я просто призываю наших радиослушателей и все общество очень внимательно следит за тем, как пойдет этот закон и кто и что будет вносить в Госдуму. Вот я вам предлагаю, господа, сразу после второго чтения вновь встретиться здесь в реальном времени. Договорились. И предметно поговорить о том, что будет на выходе. Потому что действительно, Вадим прав, третье чтение это только запятые и точки. Правильная их расстановка. Максим Мищенко, Вадим Желнин. Реальное время Финам.ФМ. Сразу после краткого выпуска новостей. Итоги дня.